Следом за Дашей, Максом, может быть кто угодно, могу оказаться и я. Это как бы жесть, жесть. Встрепление однозначно указывает на украинских на... Друзья, всем привет. Ну что, по-настоящему взрывное утро сегодня у российских пропагандистов и предателей, и оккупантов. В Минлетополе снова прозвучал взрыв, все бегают, суетятся. Какой-то очередной коллаборант отправился на концерт Кобзона. Ну а в Питере вчера вечером был уничтожен пропагандист, преступник, предатель Владлен Татарский, он же Максим Фомин. И после этого паника, истерика на болотах. Зет Шушера уже отменяет свои сходки. В общем, очень-очень страшно. Друзья, сейчас мы обо всем об этом поговорим. Вы не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. Вы знаете, все средства от монетизации этого канала идут с Бройным Сылом Украины. Мы постоянно передаем, там, антидроновое оружие. На прошлой неделе новый автомобиль передали для наших Збройных Сыл. И все это в том числе благодаря вашим просмотрам. Поэтому помогите мне распространить видео. Итак, вчера произошел взрыв в питерском кафе. Там проходила творческая встреча Владлена Татарского, военкора, как они его называют. На самом деле просто предателя, пропагандиста и преступника, настоящее имя которого Максим Фомин. Встреча была назначена на 17 часов, вход был свободный. Где-то через час после начала встречи там прозвучал взрыв. Посмотрите зафиксированное видео взрыва. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Также около 30 человек получили ранения. Как это произошло? Ну вот посмотрите видео сразу после взрыва из кафе. Ну и как это произошло, там сейчас звучат разные версии. Но есть видео и есть свидетельства очевидцев, которые рассказывают, что прямо вот перед взрывом некая девушка сказала, что она принесла татарскому статуэтку. Но ей не разрешили заносить коробку, а он сказал, в общем, заносите. Послушайте, что рассказывает одна из очевидцев. Ну вот, она говорит, а сейчас я вам скульптуру принесла, подарить. Он говорит, да, ну несите ее. Она говорит, а мне сказали еще находишься. А вдруг это бомба, вот я там ее оставила. Вот, он говорит, ну посмеялись тут все. Ну и так я схожу, да, идите. Она пришла, принесла эту коробочку, пошла вперед туда, знаете, к стене. Ну вот такая история. Девушку эту зовут, судя по всему, судя по тем данным, которые есть, Дарья Трепова. Она, что интересно, неоднократно задерживалась за антивоенные митинги вместе со своим супругом. То есть, вряд ли ее можно отнести к поклонникам Ладлена Татарского, как вы понимаете. И сейчас ее разыскивают. Похоже, Дарья Трепова после взрыва скрылась. Прошли обыски в ее квартире. Задержали ее сестру, допрашивают ее родителей. В общем, активно ищут. Тут очень интересные параллели с фамилией Трепов. Дело в том, что в 1878 году Вера Засулич, революционерка, стреляла в петербургского градоначальника Трепова. И там ранила его в бок. В итоге тогда, и это была вершина либерализма Российской империи, суд присяжных ее оправдал и отпустил. В общем, вот снова фамилия Трепов. Звучит, ну а совсем недалеко от места, где расположено это кафе, была когда-то подпольная мастерская Динамита. В общем, конечно, такие интересные очень параллели во всем этом можно увидеть. Ну и понятное дело, что вот все произошедшее и гибель Татарского, ну просто там всколыхнули болото. Давайте поговорим о том, кто такой Татарский. Значит, Максим Фомин, гражданин Украины, естественно, предатель, коллаборант, который в 2014 году сидел на Донбассе в колонии за вооруженное ограбление. Ну, в общем, тот еще персонаж, как вы понимаете. Потом, когда все это началось, значит, выскочил из тюрьмы и прибился к частям этим ДНР, повоевал там с ними. Потом понял, что больше воевать особо ему не хочется и стал военкором. Ну и там активно на этом поприще действовал. Набрал в Телеграме больше полмиллиона подписчиков. В общем, все это активно продвигал. Все это Z-безумие. Один из его последних постов, интересно, про тысячи контрактников и офицеров российских, которые пришли в Донбасс и ничему не научились. Ну, а самым знаменитым стало его видео из Кремлевского дворца, значит, когда там после выступления Путина татарский выдал, в общем, весь смысл своей жизни, да и все это Z-шоблы и русского мира. Послушайте. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Ну, он настоящий пророк русского мира, все сказал, как есть. Грабить, убивать, только забыл, что это Бумеранг. И Бумеранг вернулся. Тут очень интересно, что татарский был близок к ЧВК Вагнеру и Пригожину. Был один из тех военкоров, придворных Пригожина, которые его там всячески прославляли. И тут как раз и Пригожин объявился, записал видео, якобы датированное 2 апреля 23.00, где он, значит, держит флаг российский и подписывает его Владлену Татарскому и отправляет своих каких-то бандитов водрузить этот флаг над городской администрацией Бахмута. И заявляет, что Бахмут юридически взят, хотя, говорит, признает он, в западных кварталах продолжают оставаться в ЗСУ. Посмотрите. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. Владлену Татарскому написано «Добрая память» на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделения, которые брали администрацию, и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Знамя ЧВК «Вагнер». Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. Вообще, тут это отдельная ветка, потому что кафе, в котором проходила эта сходка, и где был убит Татарский, к нему имеет отношение Пригожин, оно принадлежит ему. Собственно, Пригожин это уже подтвердил. И Пригожин, кстати, интересно заявил о том, что он не считает, что за убийством Татарского стоит Украина и украинское государство, а обвиняет в этом какие-то группы радикалов. Ну, а Институт изучения войны вообще говорит, что это может быть частью этих разборок внутри России между ЧВК «Вагнер», ФСБ, Минобороны, потому что Татарский реально был очень близок к Пригожину. Ну, понятно, что все это, это вся вот канва истории, а теперь истерики, истерика идет безостановочная на болотах, вылезли все пропагандисты, Симоняны, ну, прочие, которые кричат, что надо мстить, убивать, как будто они не убивают, и как-то они, видимо, подзабыли вообще, кто все это безумие начал. В общем, один за другим они постят вот это вот, свои какие-то посты. Красовский записал целое видео, где-то спрятавшись, что никто нас не остановит, пока нас русский Киев, е**. Посмотрите. Следом за Дашей, Максом, может быть, кто угодно, могу оказаться и я. Но, с**ки, даже не думайте, что кто-то из нас за**ит и перестанет с вами, с**ки, воевать. Мы добьем каждого из вас, и наш русский флаг будет реять над нашим русским Киевом. И наши русские православные люди вновь придут в нашу русскую Киево-Печерскую лавру. Где похоронен наш русский премьер-министр Пётр Аркадьевич Столыпин, убитый такими же террористами, украинскими террористами, как и вы все. Другие, ну, там полностью это безумие несется по всем статьям. Там интересно, одна из первых реакций, посмотрите, одного из таких пропагандистов, у которого прямо видно, как у него что-то сжалось, чуть пониже того, где снимают. Посмотрите. Взрыва в кафе стал военкор Владлен Татарский, сообщил собеседник агентства. Это, как бы, жесть. Жесть. Киселёву никакие доказательства не нужны, он сразу обвиняет украинских нациков, да еще и приплел сюда убийство Бузины. Послушайте. Однозначно указывает на украинских нациков. Они уже давно охотятся на тех, чье перо их развенчивает. Так в 2015-м был застрелен из пистолета ТТ Олесь Бузина, украинский писатель, историк, журналист, телеведущий. Еще один рассказывает, да, вот это такие наши враги, ну, при этом, говорит, десятки терактов предотвратило ФСБ. Ой-ой-ой, посмотрите. У меня, например, там язык не повернется как-то упрекать наши органы безопасности, вот, которые работают с утра до ночи в сверхнапряженном режиме и десятками раскрывают, предотвращают эти самые теракты. Ну, и как вишенка на всем этом фоне, некоторые из них уже полностью сошли с ума и гадат дуркой, и читают какие-то безумные стихи графоманские, значит, на смерть татарского. Это ветер в густых березах. Прячет нашу с тобою слезы. Наша жизнь – череда наркозов, да пролитых на лист чернил. В общем, друзья, какие у них пропагандисты и герои татарские, сидевший бандит, убийца, преступник, предатель, такие у них и стихийная гибель, так же им и страшно, и такие же результаты у них будут, и все будут отвечать за все то, что содеяли и то, что продолжают творить. Вот, собственно говоря, и один итог, который можно подвести из всего этого. Мы не знаем пока, каким образом был ликвидирован татарский. Это внутренние разборки внутри ФСБ Кремля, это антивоенные группы внутри самой России. Мы видели недавно, которые заходили в Брянск, и они вполне могли и такое совершить действие. Это и украинское подполье, может быть. Вариантов на самом деле много, но вывод один, когда ты сеешь ветер, то пожнешь бурю. Вот, собственно говоря, друзья, и все. Держим строй, помогите распространить это видео. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!